приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы после того как мы приготовили плавленый сыр из творога было очень много вопросов от зрителей по поводу плави соли по поводу возможности замены плави соли так как так как это буду подглядывать е-451 пищевая добавка сейчас немножко расскажу вернее не расскажу не стал учить информацию просто прочитаю про эту пищевую добавку чтобы было понятно и по поводу плавленого сыра из твердых сортов сыра значит давайте сегодня у нас такое видео эксперимент немножко немножко много будет информации кое-чего прочитаю кое-чего расскажу значит готовим мы сегодня плавленый сыр из двух видов сыра из твердого сыра хавартин и полутвердого сыра кайрфили то есть будем использовать 250 грамм на каждую опытную партию то есть по 125 грамм сыра здесь и по 125 грамм сыра здесь можно использовать в принципе один сорт сыра но классические рецепты все там из смеси сыров твердые полутвердый допустим твердые мягкие вообще чтобы было понимание что такое плавленые сырки откуда они появились и для чего их делают изначально плавленые сыры начали делать из отбраковок из сыра которые которые имеют эстетические пороки допустим сделали на заводе там 10 головок от нас головка имеет примеру внутри трещину то есть не вкусовые пороки а именно эстетические пороки и вот эти сыры которые нельзя было пускать в продажу именно по эстетическому фактору из них начали делать придумывать рецепты плавленых сыров а так появились плавленые сыры то есть на самом деле специально их никто не делал потом уже распробовали я недавно делал видео чтобы было понимание плавленые сыры бывает нескольких видов это ломтевые сыры которые режутся то есть которые нельзя намазать на хлеб а которые режутся ломтиками следующий вид это колбасные сыры которые набиваются в круглую оболочку и немножко подкапчиваются пастообразные сыры которые мы можем намазать на бутерброд и сладкие десертные плавленые сыры также любая из категории этих сыров ну за исключением на колбасных имеет ну как бы может быть с добавками то есть в процессе плавления по окончанию плавления в плавленый сыр можно вмешивать паприку можно вмешивать орехи можно вмешивать изюм резаные сухофрукты вмешивать какую-то зелень ну совершенно вмешивать шампиньоны резаные ветчину мелко нарубленную то есть тут для вас полет фантазии совершенно огромен все зависит от вашего желания то что вы хотите получить также для десертных сладких сыровок которые можно там допустим готовить плавленый сыр с орехами из курагой к примеру или с орехами и изюмом естественно толчем орехи измельчаем изюм все это вмешиваем сырную массу и по вкусу можем добавить сахара если хотим чтобы он был очень сладкий если не хотим чтобы он был очень сладкий тогда сахара не добавляем довольствуемся сахар сладостью кураги или изюма но в общем друзья тут полет фантазии совершенно огромный мы сегодня больше остановимся на базовых моментах и так плависоль или соль плавитель представляет из собой из себя пищевую добавку е-451 разрешена на кто на территории украины российской федерации и во всех странах евросоюза представляет из себя с точки зрения химии трифосфат натрия трифосфаты относятся к виду стабилизаторов используемых для сохранения вязкости и консистенции пищевых продуктов также его используют как эмульгирующий соль фиксатор окраски какое-то ругательство текстуратор и комплексообразователь и также регулятор кислотности добавка и 401 имеет структуру гидроскопичного порошка ну вот такой вот белый порошок и чуть-чуть о применении добавка е-451 трифосфат в качестве стабилизаторов на более подходит для мясо перерабатывающей колбасной промышленности при производстве колбас и сосисок практически все пищевые фосфаты и их смеси коспой которые используются в мясо перерабатывающей и рыбной промышленности имеет щелочную реакцию но такое где же используется в плавленых сырах количестве до 9 грамм на килограмм в большом количестве стандартов на мясо и рыбопродукты в количестве от 3 до 5 грамм также в таком-то количестве указано какое количество стандартов количество в качестве стабилизатора тогда для чего совместно с другими стабилизаторами ну в общем используется очень много нас сегодня и интересует плавленые сыры по поводу вредности этой добавки то есть она действительно вредна я нашел информацию о том что трифосфаты вредны но по поводу количества то количество е-451 которое мы добавляем плавленый сыр она совершенно безвредно я думаю если взять там вот съесть это все сразу может и будет какой-то вред но хотя опять же таки количество маленькая очень минимальная поэтому не знаю будет не будет в общем второй вариант второй вариант мы будем использовать пищевую соду и лимонную кислоту все количество то есть я сделал расчеты по е-451 сколько мы будем добавлять на килограмм из расчета все расчеты будут в описании видео на килограмм сырья и соды пищевой и лимонной кислоты таким образом мы получим две опытных партий два вида плавленого сыра из твердых сочувных сыров первое которое мы сделаем с помощью плави соли или соли плавителя или попросту пищевой добавки е-451 вторую соль второй вид сыра мы сделаем с помощью будем использовать соду и лимонную кислоту получится у нас цитрат натрия по идее насколько я понимаю если неправильно можете меня поправить и тоже будем использовать как соль плавитель также на об на каждую опытную партию мы будем использовать сливочное масло и молоко молоко в данном случае лучше заменить сливками сливок у нас сегодня нету поэтому будем использовать молоко в первую очередь то что мне надо сделать это натереть эти сыры на крупную терку чем сейчас и займусь ничего не перепутал ничего в нужном количестве молока растворяю е-451 а во втором количестве молока растворяю лимонную кислоту и пищевую соду где же реакция ой-ёй-ёй-ёй-ёй пошла реакция надо это делать вот так вот добавляем получившийся цитрат натрия хорошенько перемешиваем и оставим на час перемешать надо реально хорошенько чтобы распределилась все равномерно по всему сырочку логи дай мне пожалуйста еще одну столовую ложку во второй сырочек вносим е-451 растворенный в молоке и тоже хорошенько перемешиваем порции сыра у нас совершенно одинаковые развешанные по граммам порции молока тоже одинаковые в общем я сейчас перемешаю друзья хорошо перемешаем чтобы жидкая часть ну жидкая часть покрыла покрыла все вот эти стружечки сыра чтобы он весь немножко намок оставим на час а через час приступим к плавлению для плавления друзья мы приготовили водяную баню классическую водяную баню большая кастрюлька с водой меньшая кастрюлька меньшую кастрюльку помещи помещаем наш сыр первый используем с добавкой е-451 температура воды в большей кастрюльке должна быть 90 95 градусов не выше то есть она не должна активно кипеть я засекаю время чтобы сказать за сколько у нас сыр расплавится начинаем его помешивать он потихонечку начнет плавиться я фрагментально буду показывать процесс то есть выключать по камеру на каком-то фрагменте включать потому что весь процесс показывать будет очень долго через 10 минут имеем вот такой вот эффект сыр растворился но еще не полностью еще есть небольшие комочки на этом этапе добавим сливочное масло которое мы подготовили обращаю ваше внимание на то что сыр не не надо перегревать то есть важно чтобы вода большой кастрюли не кипела ну такой вот у нас плавленый срок уже получается будем плавить еще некоторое время я скажу точно сколько прошло 20 минут сыр полностью расплавился не осталось никаких комочков никаких вкраплений от сыра то есть он полностью представляет себя однородную пасту теперь надо переложить его формочки сформировать мы используем вот такие вот формочки причем запоминаем но я сейчас стикер повешу что с плависолью с добавкой е-450 или какой там е-451 е-451 у нас голубая формочка раскладываем сырочек по формочкам формируем нужные нам сырки если вы хотите получить плавленый сыр плоский для гамбургеров тогда берем досточку какой-нибудь пергамент помещаем нужное количество сыра и шпатель очкам его по этому пергаменту растягиваем на нужную нам толщину сейчас возьму ложечку помогу ларисе пока вот этот вот чтобы он не застывал его надо вниз у нас еще очень холодно в доме сейчас морозы такие крепкие температура 16 градусов вообще поэтому сыр застывает очень быстро точно так же сформируем сейчас немножко опять подогреем массу и сформируем второй сырочек первый сырок готов и пока лариса пытается сделать сыр для гамбургеров отправляем в нашу водяную баню второй вариант сыра второй опытный образец с лимонной кислотой и содой точно так же будем плавить я сейчас на всякий случай засеку время но практически уверен что время будет время будет такое же интересно интересно что получится друзьям если вы любите соленые хотите бутербродный плавленый сыр то на конечном этапе перед перед уже формированием нужного вам нужной вам головки или как вы будете его формировать из брусочки в сегментики надо вмешать нужное количество соли масса съедобная то есть когда она расплавленная ее можно уже пробовать совершенно спокойно поэтому пробуем на вкус смешиваем нужное количество соли а мы плавим второй сырочек с содой и с лимонной кислотой расплавился быстрее почему-то то есть время плавления у нас получилось 15 минут и расплавился по моему даже лучше чем с плавильной солью что ты скажешь ларис по нежнее по нежнее да да интересно для этого мы делали эксперимент с двумя видами ну и по просьбам наших зрителей конечно наших подписчиков тоже я бы не подумал бы такой эксперимент делать точно так же выкладываем сырок формочки разравниваем после этого отправим его в холодильник наверное где-то на час чтобы он полностью остыл и будем дорогие друзья дегустировать попробуем что у нас получилось я расскажу покажу разрезы расскажу какой он на вкус я уже попробовал если честно в плавленом виде на вкус очень классно и действительно но мне интересно какой он будет консистенции после того как полностью остынет итак дорогие друзья вчера не успел я попробовать сырок и хорошо он остался на ночь охладился полностью застыл попробуем его сегодня в красной формочки у нас сыр на это попробовал его если честно просто сейчас это сделаю на камеру в красной формочки у нас сыр который мы плавили с помощью соды и лимонной кислоты в голубой формочки сыр который мы плавили из с помощью соли плавителя давайте буду разрезать на камеру на крупный план разрезаем сыр который получен с помощью соли плавителя структура немножко не однородная он достаточно эластичный режется легко но структура не однородная разрезаем срок сделанный с помощью лимонной кислоты совершенно однородный сейчас еще крупным планом попробую показать структуру сколько позволяет моя камера видите этот маленький совершенно однородную структуру имеет большой имеет структуру зернистую так же как в нашем первом эксперименте который мы делали с использованием Е451 или плави соли плавильной соли из творога если помните было первое видео наше плавленый сыр из творога он получился плавленый но все-таки немножко с зернистой структурой не совсем эластичный так и этот сыр изготовленный с помощью соли плавителя но такой не полностью эластичный но вот считаю я что не совсем он плавленый сыр этот же который мы делали с помощью соды причем ну вот класс он имеет совершенно глянцевую поверхность этот имеет матовую поверхность немножко пористую который сделан с помощью соды и лимонной кислоты имеет глянцевую поверхность и такой очень эластичный этот же ну не настолько эластичный он начинает разламываться попробуем на вкус первый сыр который сделан с помощью пищевой добавки соли плавителя на вкус плавленый сыр по-моему мы его немножко пересолили но на вкус реально плавленый сыр причем хороший качественный вкус хороший качественный плавленый сыр единственное недостаток как и в первом нашем сыре плавленом из творога немножко присутствует зернистость то есть он не совсем той консистенции пробуем сыр приготовленный с помощью лимонной кислоты и соды ну вкус точно такой же причем одинаковое количество чуть чуть менее соленый одинаковое количество соли мы добавляли странно сыр с помощью лимонной кислоты менее соленый давайте попробуем намазать на хлеб два образца ну плавленый сыр твердый это сыр ломтевой как я уже рассказывал он не должен мазаться но вот этот сыр при нарезании тонким ломтем он раскрашивается на хлеб совершенно не мажется то есть он просто крошится теперь сырок который с помощью ну этот я вот сильно давлю он как бы по хлебу расплющивается но при этом не крошится по вкусу мне все таки больше нравится сыр который приготовлен с помощью смеси соды и лимонной кислоты он более эластичный отсутствует всяческая зернистость ну не знаю мне он больше нравится он вот глянцевый такой реально вот эта вот штучка она глянцевая блестит как будто плавленый сырок который достали из упаковочки не буду я больше экспериментировать и вам не буду советовать экспериментировать с этим Е451 451 он где наш стикер ничего не перепутал отличный плавленый сыр отличный просто вот этот вот отличный результат мне очень нравится то есть мне нравится его эластичность смотрите как будто сырок из упаковки достали он полностью ну как бы он не ломается он гнется а вот ломается крошится мое заключение такое либо я что-то сделал неправильно с плавильной солью либо это ерунда полная но меня смутило конечно сразу же когда в прошлый раз я делал я не углублялся в состав плавильной соли но когда получили из порога немножко зернистый сыр решил заморочиться этим вопросом ну и вот в результате вся информация я рассказал в начале видео что это такое как это мне кажется все-таки в домашних условиях лучше плавить сыр с помощью лимонной кислоты и соды все пропорции вы найдете в описании видео дорогие друзья если у вас есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях на все комментарии мы с Ларисой отвечаем если хотите пообщаться о чем-то ну есть какие-то предложения по поводу сыра тоже давайте в комментариях с удовольствием буду общаться следующий наш плавленый сыр будет через некоторое время мы сделаем очередное видео это будет пастообразный сыр текучий типа виолы бутербродный который мажется на хлеб тоже еще немножко разберусь с технологией и обязательно сниму для вас и такое видео дорогие друзья ну и на этом все надеюсь видео было для вас полезным подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые интересные рецепты а мы будем снимать для вас новое видео всего доброго пока 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 я